Угадай, где я? Я не дома. Угадай, с кем я? Та-дам! Я с невероятными красотками, стилистами, имидж-мейкерами. Это Ольга Епифанова, это Элина Кузнецова. Они вам уже хорошо знакомы по нашим роликам «Битва стилистов». И сегодня у нас на канале новый выпуск, приуроченный к новому сезону, осеннему сезону. Как вы догадываетесь, сегодня наши стилисты-имидж-мейкеры будут создавать потрясающие, уникально невероятные образы по теме, кто круче оденется к осени. Девочки, вы готовы? Готовы еще как! Тогда поехали! Смотрите, как мой лук прекрасно сочетается вот с этой цветовой гаммой. Прям можно вот так вот встать, замереть, остаться тут и сказать, вот он, мой лук «Битва стилистов» на сегодня. Я только подошла и влюбилась вот в эту вот белую куртку. На ней такая волна какая-то легкая. У нее, кстати, есть легкий блеск. И мне очень нравится то, что здесь магнитики. И нет никаких пуговиц и молний. Можно сделать и вот так, и вот так. Пожалуй, возьму с собой. Если честно, у меня руки больше тянутся к распродажным летним коллекциям. Все-таки в моей душе еще пока тепло, свежо, я не знаю, море и так далее. Когда я вижу пальто, свитера, у меня от них, как знаете, вот как два полиса у магнита одинаковых друг от друга отталкиваются. Вот примерно сейчас у меня такое состояние. Ты за мной подсмотришь? Верх, в котором это можно обыграть, то это платье может перейти и в осенний сезон. Вот. Ну, посмотрим, удастся ли мне это в рамках текущей коллекции. Что я мучилась, мучилась с верхней одеждой. Вот я, кажется, нашла. Такой вот тренч с, как это назвать, с кожаным верхом, как будто с жилеткой. Попробую что-то с этим составить. Я почему-то сегодня решила начать с верхней одежды. Я не знаю, что сегодня происходит. Но как-то вот ее здесь просто много в магнита, поэтому очень хочется что-то начать делать именно с нее. Гриш, скажи честно, только я ною или Ирина тоже ходит ноет? Ну, пока, пока все грустно. Все очень как-то стандартно. Тут еще мало осенней коллекции. Пока, по крайней мере, красивой осенней коллекции. Но посмотрим. Я все-таки уверена, что стилист может даже в таком минимальном количестве найти что-то интересное. Еще я нашла себе на осень вот кожаные черные брюки, чтобы они были не марки. Я понимаю, что многие за это переживают, поэтому пусть будут кожаные, черные, из которых можно просто все снять влажной тряпочкой. Я отнесла часть вещей в примерочную. Сейчас буду смотреть, что хорошо сядет. Сходя из этого, уже выйду к вам в чем-то. Надеюсь, что интересно. Ну и вот эта вот мне еще очень нравится жилетка. Я, возможно, взяла бы как на замену тренчу под мой тот лук, который внутри будет, вот такого плана жилеточку черную. Очень крутая. И потрясающая вот такая вот сумка со змеей. Как раз сумочка, кстати, под ноутбук, по-моему, да? Вот такая деловая буду. Леди, леди, драма в деле. Много всего нашла? Я не могу найти туфли, которые я очень хочу, нет моего размера. Я вот все смотрю на эти ботинки, но они из лаковой кожи. У меня здесь везде кожа матовая. Я, конечно, попробую, посмотрю, как будет сочетаться, но, возможно, я возьму все-таки матовые лоферы. Хочется цвета все-таки хоть и синего, хоть и такой. Немножечко классики, но все-таки хочется. Надо, надо, а то у меня все такое черно-бежевое какое-то получится. Цвет совершенно мне не свойственный. Мне очень хочется чего-то яркого. И почему бы не поиграть, не попробовать? Девушки отправились в примерочную. Для вас пройдет ровно одна секунда, как щелчок пальцев. А для меня пройдет целая вечность. Но что, вы готовы оценивать образы наших стилистов? Я, как человек, который передвигается в основном на автомобиле, даже осенью и зимой позволяю себе иногда открытый животик. Ну, конечно же, не совсем, да, то есть сверху еще будет верхняя одежда. В данном случае можно какой-нибудь тренч, например, накинуть. Но вот так вполне себе, как минимум, в начале осени можно спокойно выходить из дома. Мне очень нравятся и мне идут яркие, насыщенные цвета, поэтому я здесь выбрала такой костюмчик. Также я люблю этот тренд на приоткрытый животик, поэтому мне его всегда сложно обойти мимо, даже зимой. И хотелось немножко успокоить. Все-таки, раз мы говорим про осень, то мне хотелось какие-то более спокойные осенние цвета тоже подобрать, поэтому вот такой вот более классический в клеточку жакетик именно в таких цветах. Более того, фактура у этого костюмчика утепленная, поэтому летом в нем будет жарковато, а на осень самое оно. Когда станет попрохладнее и в таких туфельках уже невозможно будет выйти из дома, можно перейти на ботильончике. Я бы брала нейтрального цвета, чтобы не резать свою ножку, поэтому бежевый, спокойный, продолжающий мою ножку. Прекрасно впишется. Итак, друзья, на мне тот самый тренч. Вообще, я считаю, что в этом магазине это самая стильная вещь, которая только могла прийти в голову у дизайнеров, а в нем присутствуют кожаные элементы, а это значит, что я могу использовать другие кожаные элементы в своем образе. Таким образом, здесь появились черные кожаные брюки. До тех пор, пока в магазинах что-то будет мне велико, я могу, собственно, не худеть. Шучу, конечно. Понятное дело, что скоро пора. Выбрала я сюда в качестве обуви, во-первых, как вариант, это черные лоферы, а второй вариант это лакированные лоферы на каблуке. Тоже имеет место быть. Лак здесь не сильно приметный. Лак все-таки находится в самом низу. Он прикрывается брюками, поэтому, в принципе, да, имеет место быть. Здесь цвета какао. У меня водолазка, подлон. И, конечно же, для того, чтобы придать этому образу немножечко все-таки дерзости, так как у меня все-таки драматичная внешность, да и сама я по себе такая драматичная, я решила выбрать деловую сумку для ноутбука. Плюс ко всему, здесь у меня мой хищный чехол для телефона, два хищника у меня в одном образе. Я могу себе позволить сосчитать такие вещи. Да и, в принципе, если вы работаете в офисе и у вас тоже такой характер, как у меня, то вы можете позволить себе такие образы в том числе. Итак, дорогие зрители, на ваших экранах первая пара образов от наших стилистов-имиджмейкеров. И по традиции победителя выбираете вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из образов понравился вам больше. Образ от Оли или образ от Элины. Следующий мой образ, причем мне кажется, что он вообще супер-мега-универсальный. Я бы в нем могла пойти, например, на консультацию с клиентом, когда мне важно, чтобы было удобно, взять с собой ноутбук, да, потому что сумочка как раз к этому и располагает. При этом выглядит стильно. Вот, пожалуйста. Сейчас вообще платки, повязки, все это в моде, поэтому можно применять на разных частях тела, в волосах, на ногах, на сумках, где хотите. Но здесь платок довольно объемный, поэтому я решила подчеркнуть фигуру в Италию, да. И более того, здесь, посмотрите, такая вертикаль, которая визуально меня удлиняет и удлиняет мои ножки. Вот такие вот вам секретики еще рассказываю. Еще этот платочек служит такой своеобразной заблекушечкой, потому что когда я двигаюсь, платочек двигается вместе со мной и притягивает к себе внимание. Так что мне кажется, что девушки, которые, например, хотят обратить на себя внимание мужчин, да, встретить свою половинку, для вас вот такой вот платочек, это прям must have. И, кстати, еще обратите внимание, чтобы поддержать этот принт в образе, я специально его выпустила из-под моих рукавов от рубашки, чтобы он тоже был как такой дополнительный гармонирующий элемент. А для тех, кто хочет также классно научиться сочетать принты, а также визуально подчеркивает свою фигуру и не только, приходите к нам учиться. Мы с Элиной и с Гришей преподаем в Европейской Академии Имиджа. Так что ждем вас в гости. Что же, а вот и образ номер два. Конечно же, опять в моем психотипе, в моей драме, потому что если бы я надела, смотрите, вот такой кожаный жилет сюда, оно бы очень круто смотрелось, очень дорого, потому что бежевые оттенки, это всегда про дороговизну. То есть, если это про вас, если ваш психотип позволяет вам носить такой монохром, то, пожалуйста, это очень круто будет смотреться. Но не мой. И поэтому я здесь демонстрирую как раз-таки, опять же, деловой, но уже больше спортшип. Почему спортшип? Потому что у меня спортивные абсолютно джоггеры, у меня ботильоны тканевые на каблуке металлизированном. Почему металл? Я выбрала, потому что здесь у меня в жилетке тоже присутствует металл. В заклепках жилетка. Я не могла ее не надеть сверху, потому что если я просто ее сниму, то это будет абсолютно простой, ничем не приметный лук. Поэтому здесь хочется многослойности и хочется его добавить. Откуда здесь взялся вот этот вот леопардовый шарф? Изначально я думала, что это косынка, и можно повязать его на голову, надеть очки, и с этим луком это было бы очень трендово, очень модно. Fashion получился бы образ, смотрелся бы он совершенно по-другому. Но тогда я сюда не взяла бы сумку для ноутбула. А здесь она имеет место быть. Да, потому что вот тут вот я представила себе, что это у меня подкладка такого цвета под моим жилетом. И, соответственно, смотрится это немножечко хищно, но не так агрессивно, как было бы, если бы я надела его в виде косынки. Не могу продемонстрировать, тут смотрится некрасиво. А так вот, пожалуйста, снова такой спортшик, но немножечко деловой образ, потому что у меня с собой как будто ноутбук. Итак, на ваших экранах вторая пара образов от наших стилистов-имиджмейкеров. И мы по-прежнему вам напоминаем, что в сегодняшней битве победителя выбираете исключительно вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в этот раз, какой из образов вам нравится больше? Образ от Оли или образ от Элины? Скажу честно, друзья, это для меня нетипичный образ, но мне и хотелось попробовать чего-нибудь необычного такого с изюминкой, то, чего я сама бы, наверное, изначально себе бы не собрала. Но, тем не менее, надев, я себя чувствую в этом абсолютно комфортно. Несмотря на то, что цвета не мои, я это перекрыла своей шевелюрой достаточно объемной после влажности на улице. Вот, так что мне действительно очень нравится. Вот вам, пожалуйста, выношу на ваш суд. По какому принципу ты все это собирала? Я нашла вот это платье. Оно мне очень понравилось. Оно стильное, сетка, модное. Это, конечно, летняя коллекция, но, тем не менее, я понимаю, что очень многие летние вещи, они могут плавно переходить и в другие сезоны. Вот так и с этим платьем. Плюс тут блеск присутствует. И за счет вот этого вязки, плетения, мне хотелось просочетать с чем-то необычным, с чем-то уютным. И я как раз нашла вот такой вот интересный бомбер. Или даже почти как косуха выглядит. Вязанный, уютненький. Очень-очень осенний. Ну и как такой акцент. Нашла вот такую сумочку потрясающую. На самом деле, расскажу вам тайну. Углядел ее первый Гриша. А я очень обрадовалась, что он ее увидел. Субтитры сделал DimaTorzok и хочет подписаться. Он уже просто идет и глазами спрашивает, как же подписаться на наш канал Стильное. А я вам скажу, просто нажимаете кнопочку подписаться. Итак, это мой третий образ в этой битве стилистов. Наконец-то я ушла от бежево-черного цвета. Но мне очень хотелось этого буйства, хотя бы немножечко. И здесь у меня что получилось? Я взяла юбку в длине карандаш с разрезом. Это до сих пор модно, это до сих пор в тренде. И в принципе, ранней осенью я могу себе позволить еще голые ноги, ну либо какие-то незаметные колготки и туфли. Тем более, что я часто езжу в машине. Поэтому в туфлях, в принципе, я могу себе позволить выйти и пойти сразу куда-то в помещение. Выбрала я для себя джемпер Фуксия. В принципе, я посмотрела, он мне к лицу очень даже, поэтому я решила его оставить. Что я сделала с пальто? Поскольку здесь длина у юбки достаточно такая, прям чуть ниже середины икры, то я примеряла пальто покороче. Смотрится это отвратительно, потому что, во-первых, режет разрез, во-вторых, еще и режет ногу, режет юбку, смотрится очень странно. Поэтому обращайте внимание, не рекомендую носить юбку-карандаш с чем-то укороченным чуть-чуть выше коленки или чуть-чуть ниже коленки. Будет смотреться просто странно, куца немножко. Поэтому выбирайте что-то либо короткое, типа пиджака, либо что-то удлиненное, такое длиннее юбки, либо практически в пол. Ну, это такой совет на будущее. Что я здесь сделала еще? Я взяла черную сумку, такую же черную, как мое пальто, но для того, чтобы образ не был скучным, в мохито нашелся платочек на сумочку прям тех же цветов, которые надеты на мне сегодня. Таким образом сумка становится просто частью этого ансамбля. Ну, собственно, вот такой вот лук. Могу пойти, в принципе, куда угодно, могу скинуть пальто и ходить уже просто в юбке и в джемпере. Смотреться будет тоже здорово. Итак, дорогие зрители, ну что, третья пара образов, финальная пара образов в этом выпуске. Ну и, конечно же, мы ждем от вас комментарии, какой из этих образов вам нравится больше, образ от Оли или образ от Элины. Ну и вообще, в целом, кто победил в сегодняшней битве стилистов, кто круче оденется к осени. Вам сегодня было сложно? Я скажу честно, в мохито это всегда непросто для меня. Тем не менее, мы всегда идем в мохито практически. Да, и вообще, Гриша мне сказал, что вот этот образ вживую смотрится намного круче, чем в кадре. Ну, что же делать? Уже сняли и вынесли на ваш суд. Ну, вживую он действительно красивый, он нежный, он такой молодежный. Спасибо, мне стало спокойнее немножечко. Вот, ну а вы, да, ваша задача посмотреть, оценить и рассказать, кто же, на ваш взгляд, или какой образ, или кто из стилистов сегодня победил. И, как всегда, пишите вообще ваши мысли и комментарии, что вам нравится в нынешних магазинах, в нынешних трендах, в наших выпусках, что вам еще снять. Это тоже нас интересует. Да. Или в каких магазинах нам провести следующую битву стилистов? Вдруг у вас есть прям любимые... Все за меня рассказали. В общем, да, дорогие зрители, ждем ваших комментариев и помните, что вы это то, что мотивирует и двигает нас снимать и продолжать дальше наш блог. Поэтому мы ждем ваши отзывы. Обязательно напишите, нравится вам, не нравится. Нам без разницы. Самое главное... Нет, нам не без разницы, нам очень большая разница. С разницей. Да, с разницей. Вот. Но мы очень будем благодарны вашим комментариям. Меня зовут Гриша Шуба, продюсер проекта, наши стилисты, имиджмейкеры Элина Кузнецова, Оля Епифанова. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok